Вот что мне нужно.Волшебное зелье.Так, заказать. Так, Алика, у нас будет самая крутая новогодняя вечеринка. В этой девочке будет пирог, а в этой салатик, а в этой апельсинки или мандаринки. О, ну вот с едой мы определились.А вот с напитками.Будем пить чай? Чай это скучно.А может какао? Ну, на какао нужно слишком много молока.Может лучше лимонад? А лимонад тоже надо ели. Ну ладно, тогда я поищу другие напитки в нашем доме. Наконец-то мои волшебные зелья приехали. С их помощью я могу наколдовать что угодно. Главное спрятать их так, чтобы их никто не нашел. Не, здесь ненадежно. Вот здесь их никто не найдет. У нас в доме должны быть какие-то запасы напитков. А что это такое? Там напитки.Ура! Класс! Здесь напитки с разными вкусами.Попробую-ка я.Надо узнать какие и где. Ммм, очень вкусно.Похоже, что это виноградная газировка. Нужно рассказать маме, что я нашла напитки на вечеринку. Эх, похоже, что в нашем доме нет напитков.Придется идти в магазин. Я нашла много напитков.Они очень вкусные. Омелька, ну что с тобой? Ничего, я в порядке. Что у тебя на голове? О нет, а что это такое? Ты, наверное, решила надеть костюм на вечеринку. Я ничего не надевал, и это не костюм. И правда, настоящие. Почему они выросли? Я не могу их снять. А по-моему, выглядит неплохо.Тебе очень идет. Я не хочу, чтобы гости видели мои ушки. Тогда вот, надень шляпку. Угу. Ну вот, теперь ничего не заметно. А что ты там говорила за напитки? Пойдем попробуем? Да, пошли. Вот смотри, разные вкусные, вот этот такой вкусненький виноградный. Давай. Ммм, ты права, Милка, очень вкусно. О, теперь у тебя тоже уши. О, как они появились. Я ведь ничего не делала. Ну вот, теперь мне тоже нужна шляпа. Только почему у нас с тобой выросли эти ушки? Я не знаю. Ну, может это из-за шампуня? Нет. У тебя ведь детский шампунь, а у меня для взрослых. Может это потому, что мы не носили шапку? Когда холодно, я всегда ношу шапку. У меня появились ушки, когда я выпила тот напиток. У меня, кстати, тоже. Но почему от напитка растут эти ушки? Может потому, что он волшебный? Амелька, волшебных напитков не бывает. Всему есть свое научное объяснение. Тогда, если по-настоящему, почему у нас выросли ушки от этого напитка? Меня больше интересует вопрос, как от них избавиться. Я думаю, среди этих бутылочек есть зелье, которое сделают нас прежними. Ну, не знаю, как-то страшновато их пить. Может не будем? Ты как хочешь, но мне уже не наем эти ушки. Ну да, я тоже не хочу с ними ходить. Ладно, уговорила. Пойдем попробуем напитки. Ну и какой из них нам нужно выпить? Выбирай любую. Тогда я выбираю вот этот. Надеюсь, все будет в порядке. Мам, ты теперь бабушка. Зато ушки пропали. Ну не знаю, мне кажется, лучше быть с ушками, чем бабушкой. Нужно подписать эту бутылку, чтобы больше никто из нее не пил и не стал бабушкой. Так. Зелье для бабушек. Теперь нам надо перестать быть бабушками. Ой, даже очки есть. Ну, я выбираю вот эту. Мам, а может ты сама выпьешь, а я посмотрю, что с тобой будет? А может лучше ты выпьешь, а я посмотрю? Хорошо, сначала я, а потом ты. Кошечка? А где Амелька? Мам, это я. Я превратилась в кошечку. Мяу. Мяу. Амелька, ты теперь такая милашенькая. Может мы тебя навсегда оставим кошечкой? Тем более ты так хотела не искать. У меня все чешется, погладь меня. Ну ладно. Мам, мне не нравится быть кошкой. Она такая волосатая, но ли мне скорее выйти еще какой-то другой. Вот, пей, Амелька. Я что, Дед Мороз? Да. Ну да, это классно.Будет Дед Морозом на новогодней вечеринке. Я не хочу быть Дед Морозом, я хочу быть сын Юрочка, потому что я девочка. Там еще остались зелья, пойдем пить. Пошли. Пошли. Здесь моя очередь. Вот это да, мама. Ты теперь как Лев. А? Что со мной? Что? Так ужасно, да? Ну, хуже и быть не могло. Придется отменять вечеринку. Давай неси телефон, буду обзванивать всех, чтобы не приходили к нам. Нет, мы все так готовились, я не хочу ее отменять. Ну я ведь не могу показаться гостем в таком виде. Ты посмотри, сколько еще изделий. Среди них нам что-то точно поможет. Ну, теперь твоя очередь пить, давай. Ну, налью себе вот и вот. А теперь ты снеговик. Что? У меня на голове морковка. Ну, если не нравится морковка, то давай поменяемся напитками, и у тебя будет лего, а у меня снеговик. О, отлично придумала. А это мне, это мне. Ну вот, теперь твоя морковка у меня. И что, нам теперь так всегда ходить? Нет, не всегда. До тех пор, пока не найдем нужную бутылочку. А ты уверена, что она тут точно есть? У нас нет выбора, придется пробовать все. О нет, что с моей рукой? Ну, с такой рукой явно лучше, чем с головой лего. Эх, я не могу этой рукой ничего делать. Ну, а теперь я буду пить зелье. И я буду пить зелье из этой бутылки, из нее еще никто не пил. Так, ну попробуем. Мама, а ты где? О нет, мама распорилась. Ой-ой-ой-ой. Амелька, я тут. Но я тебя не вижу. Я что, стала невидимкой? Прикольно. Что за прикольного я тебя вообще не вижу. В этом и вся фишка. Смотри. Кто меня щекочет? Ха-ха-ха. Папа, в нашем доме забрется призрак щекотун. О нет, только не призрак. Я боюсь призраков. Ха-ха-ха. 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 Весело, но мне нужна мама, которую я вижу. Так что давай песни изучайте. Или это, или это, или вот это. Ну что, теперь меня видно? Видно, ты такая классная. Что? Что со мной? Опять какой-то ужас. Нет, у тебя очень классная прическа. И правда, очень классно. Я буду в ней на вечеринке. Я тоже хочу такую. Ну что, мне идет? Да, но может лучше не делать на вечеринку одинаковые прически? Тогда выпей какое-то из этих зелье, и твоя прическа исчезнет. Эй, нет, я имею ввиду, чтобы ты выпила зелье, а я останусь с этой прической. Нет, я хочу ходить за этими кудрявыми волосами. Эй, что тут за крики? На вас тоже напал щекотун. Щекотун. Мы с мамой не можем решить, кому прическа идет больше. Ты, а как вы сделали такие волосы? Очень просто, нужно выпить волшебный напиток. Эй, нет, мои зелья. Кто вам разрешил их брать? Я искала напитки на вечеринку, и нашла вот эти. Почему ты от нас открывал эти зелья? Да потому что они очень нужны для экспериментов. А вы потратили их на свои развлечения. Мы превратились в настоящих монстров. Это не развлечение. Ну, будет вам урок. Никогда не пейте, если не знаете, что это. Ну, с одной стороны, конечно, баба прав. Но нужно ли предупреждать? Ну, как нам с мамой обратно стать самой? Ну, для этого нужно специальное зелье. А оно здесь? Ну, здесь его нет. Его нужно покупать. Тогда скорее идем в магазин. Ну, вы пока его не можете купить. Оно покупается за лайки. И сколько лайков нужно, чтобы его получить? 50 тысяч лайков. Ребята, без вашей помощи нам не собрать столько лайков. Ребята, ставьте лайки, чтобы мы могли купить зелье превращения. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить новое видео, жмите на колокольчик. Лайк, лайк, лайк. Субтитры сделал DimaTorzok